Журналистский конкурс «Город и мы» подвел свои итоги. Напомним, он был создан по инициативе Магнитогорского городского собрания для того, чтобы стимулировать СМИ к поиску свежих идей и повышению профессионального мастерства. О том, как чествовали победители этого года, в нашем следующем материале. По традиции, первые награды журналистам были вручены на последнем в этом году пленарном заседании городского собрания депутатов. Здесь состоялось чествование погибшего несколько месяцев назад журналиста Магнитогорского металла Михаила Скуридина. Решением жюри за честность и преданность своему профессиональному долгу он был отмечен специальным дипломом за вклад в развитие журналистики «Веру и смелость». Спасибо вам большое за вашу поддержку, за все, что вы делаете в деле расследования, помогаете нашей семье. На этом месте, конечно, должен был стоять Миша. Я думаю, где бы мы сейчас и были, мы, конечно, рады все добавить. Спасибо вам большое. Основная же церемония награждения журналистов прошла по традиции в кафе Магнитогорской энергетической компании. С победой лучших поздравили председатель городского собрания Александр Морозов, депутат МГС Вячеслав Бобылев, а также глава города Сергей Бердников. Обращаясь к журналистам, Сергей Николаевич отметил, что сегодня далеко не каждого человека, занимающегося этой профессией, можно считать профессионалом. Было в одно время, да, где мы читали что-то достаточно остренькое, вот. Ну, а сегодня уже многие вообще не стесняются, ни в чем себя не ограничивают. Переходят порой все грани разумного и допустимого, что с моей точки зрения это неправильно. Все-таки, при том, при всем, мы должны все оставаться людьми. Стоит сказать, что такой же посыл был и у экспертного жюри конкурса при выборе победителей в основной номинации. Если журналиста года выбрали легко, ими стали корреспондент Магнитогорского металла Елена Лещинская и корреспондент ГТРК Южный Урал Анастасия Ишменева, то с персоной в журналистике определились не сразу. В результате победа была отдана корреспонденту телекомпании ТВИН Татьяне Артеменко, которая в своей деятельности уделяет много внимания культуре. Кстати, впервые в истории конкурса на эту номинацию журналист был выдвинут не СМИ, а учреждениями культуры города. Пять на пять разделились, остался один мой голос. И когда пришел, я сразу, вот так вот решительно, конечно, отдал Татьяне. У меня была возможность увидеть человека с разных сторон. Я хочу сказать, что Сергей Николаевич ушел, сказал, что не надо нам любителей жареных фактов. Добротные, качественные материалы вспоминаются советское, честно говоря, прошлое. Потому что они, ее материалы, тянут куда-то к более чистому, а не под каким-то подковырком. Однако у самих журналистов на этот счет было иное мнение. Например, директор телекомпании ТВИН Александр Волосюк заявил, что в этом году критерий для выбора лучших был только один. Реакция на взрыв жилого дома произошедшей в начале года. Ну вот случилась у нас эта вот трагедия ужасная в городе. И, ну, две вещи она там показала. А вот, знаете, кто-то подорвался, кто-то пришел и сказал, да, я буду работать, понимая вот таким образом свою ответственность, свою профессию, не долг, а просто профессия такая. А он сказал, вот я буду сидеть дома, у меня тут выходные, отвалите от меня. Вот, ну, не будет из себя хорошего журналиста, хоть ты там 30 лет проработай. Однако номинации за гражданскую позицию предусмотрено не было. Поэтому освещавшие самую трагическую страницу жизни в истории современной магнитки корреспонденты ТВИН Евгения Солохудинова и Павел Берсенев, а также журналист магнитогорского металла Елена Брызгалина, получили заслуженные награды в других номинациях – «Репортаж года» и «Люди-магнитки». В целом была отмечена работа порядка 25 журналистов в таких номинациях, как «Общество и власть», «Лучшее интервью», «Лучший информационный проект», «Культура». Эти награды были вручены Елене Ткач, Юлии Горшковой, Андрею Рыжкову, Максиму Юлину. Также были определены лучший информационный сайт и корпоративные СМИ. Все победители получили дипломы, подарки, а также напутствие от членов жюри конкурса на следующий юбилейный для страны год. В следующем году действительно 75 лет Великой Победы. Я хотел бы сказать, что на фронт ушло 34 тысячи магнитогорцев. Сегодня осталось живых, к сожалению, 95 человек. Хотелось бы о них писать. Хотелось бы писать о наших тружениках тыла. Их тоже осталось 1685 человек. Поэтому хотелось бы, чтобы в преддверии такой даты все-таки больше материалов. И действительно, материалы выходят очень приятные, но хотелось бы побольше заслуживать. Журналистам города Майдагодца нашего региона. Ура! 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 Спасибо! Галина Смирнова, Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.